Здравствуйте, с Вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим о том, как получить хороший и хороший урожай чистый и таких вкусных ягод, как крыжовник. Многие жалуются, что у них крыжовник покрывается налетом и как бы ягоды становятся неседобными. Этот налет называется сферотека. Для того, чтобы ваши кусты были здоровыми и давали чистый урожай, без этого налета, сферотеки, значит необходимо с крыжовником начать уход уже ранней весной. В чем заключается этот уход? Во-первых, знайте, что как сферотека, так и некоторые другие болезни, та же мучнистая роса, у крыжовника зимуют. Споры болезней зимуют на побегах. Раз они зимуют на побегах, значит мы побеги должны продезинфицировать. Должны продезинфицировать, убить эти споры. Как это можно делать? Ну, если вы привержены с экологически чистых способов, значит что вам надо? Горадшая вода. Берем горадшую воду, металлическую лейку наливаем и я еще добавляю, именно такую леечку воды в 10 литров, столовую ложку обычной питьевой соды. Все это перемешиваю и куст обильно-обильно поливаю. Когда я провожу эту работу? Облив кипятком кустов крыжовника проводится тогда, когда утром морозит. Утром морозит, а днем уже становится тепло. Вот перепад температуры горячей воды и холодного воздуха, значит дает очень хороший результат. Но если ваши крыжовники уже набухли, уже раскрылись листики, эта операция принесет вред, потому что их просто-напросто вы их как бы приварите. Вы приварите, обожжете, обожжете эти почки. Поэтому если эту работу вы уже упустили, сроки прошли, ваш крыжовник начал распускаться, почки позеленели, поэтому ни о каком кипятке речи идти не может. Ну необходимо подойти дальше. Дальше можем использовать различные химические способы. Из химических способов у нас есть целый ряд препаратов, которые помогут от болезней на крыжовнике. Никаких инсекцицидов, то есть отрести мы не добавляем, потому что все вредители просыпаются гораздо позже. А вот о болезни они сейчас сидят на наших веточках. Ну самое простое, что можно использовать. Можно использовать обигу, можно использовать бордосскую смесь, можно использовать медекс, можно использовать топос препарат, ну и целый ряд других препаратов. Все эти препараты мы разводим по инструкции и обрабатываем обильно-обильно, так чтобы прямо стекало с веток наши кусты крыжовника. Если мы так обработаем крыжовник, значит мы уничтожим как бы больший час спор. Далее, если вы обратите внимание, значит часть спор упала на землю. Под кустами крыжовника, значит эту землю можно опрыскать, конечно, это раз. А во-вторых, можно эти споры просто-напросто похоронить. А похоронить они делаются очень просто. Видите, у меня рассыпан. Кусты крыжовника, вот сейчас я засыпал пирогноем. Вот этот пирогной, который вышел из под кустами крыжовника, наш не даст возможности этим спорам разлетаться и заражать кусты крыжовника. Это как бы более экологически чистый способ. Ну и вот далее, не забываем, значит, что вот возбудители мучнистой росы и вот той же самой сферотеки чаще всего зимуют на концах веток. Как узнать, где здоровая веточка, где больная? А делается очень просто. Если веточка получается темного цвета, искрыленная, значит это уже стопроцентная гарантия, что там находится болезнь. Для того, чтобы эту болезнь не распространялась, потом не приходилось применять какие-то меры, мы сразу ранней весной, еще пока температура пока не очень, ну где-то градусов 7-8 до 10, еще положительно, но не сильно. Мы просто-напросто берем щекатор, берем щекатор и эти концы больные ветрики мы просто-напросто срезаем. Срезали и где-то сжигаем. Не хотите сжигать, закопайте в землю. Закопайте в землю, они тоже будут перегнивать, они также будут как бы вписываться в природную среду. Так что далее, значит, провели. Первый этап мы сделали. Мы поборолись с болезнями крыжовника. Не забываем, что следующий этап, значит, что необходимо. Наш крыжовник надо подкормить. И вот именно подкормка крыжовника должна тоже осуществляться ранней весной. Значит, можно использовать азотные удобрения. Азотные, фосфорные, калийные. Можно использовать сложные удобрения. Если у вас есть сложные удобрения 16-16-16 или 14-14-14, вы также смело используете подкормки крыжовника. Как мы используем эти удобрения? Все эти удобрения, значит, ну, можно, конечно, растворить, палить в воде. Ну, обычно у нас как бы не всегда есть вода под рукой в эту пору еще. Вот это раз. Во-вторых, ну, не все хотят заниматься. Делаем такой более простым способом, который любят лодыри. Все попроще. Значит, берем просто удобрение, рассыпаем по периметру куста и потом тяпочкой или плоскорезом берем просто напросто перетяпиваем, заделываем их почву. Значит, доза такого удобрения вот на такой большой куст составит где-то 100-150 грамм. Ну, на маленький куст, соответственно, меньше. Посыпали, а подкормка только дается один раз. Дальнейшие подкормки как бы на крыжовник так уже не влияют. Именно первая подкормка, она весной как бы придает силу нашим растениям крыжовника. И, соответственно, они нас порадуют уже крупными ягодами. А поскольку мы проборолись уже с болезнями, мы как бы уже болезни тоже убрали из нашего крыжовника, наши ягоды будут чистые, и мы будем с удовольствием кушать. И сами видите, что те правила ухода за крыжовником, они очень-очень простые. Ничего сложного нет, они всем по силам. Вам хорошего урожая крыжовника, хороших урожаев, потому что это царская культура, как писали в старину. Садитесь, имейте хороший урожай, смотрите наш YouTube канал, подписывайтесь. До новых встреч!